Хе-хе-хе! Всем-всем солнечный привет от Кэт! Вот она, я снова с вами! Вы по мне скучали? Да-да-да, знаю-знаю! Я не ухожу в эфир так часто, как я раньше делала. Я помню такие времена, что у меня выходили ролики чуть ли не каждый день. Но в жизни всё меняется, всё кипятится, пузырится. И поверьте мне, поверьте мне, мне очень хочется по возможности как можно чаще и больше общаться с вами, но не всегда наше желание совпадает с нашими возможностями. Но всё равно, видите, я же совсем не пропала. Вот только недавно была в эфире, опять выхожу. И сегодня, наконец-то, делаю видео по вашим многочисленным просьбам. Вы интересовались, вы спрашивали, как система здесь работает в Америке по поводу чаевых. Это видео для тех, кто никогда здесь не был, кто интересуется, кому это интересно, кому это будет познавательно и поучительно. Я знаю, что в России, например, чаевые все уже включены. Я правильно понимаю? Поправьте меня, если я не права. Мне бы очень хотелось узнать, как обстоят дела в других странах. Я знаю из первых рук, потому что у меня живёт моя лучшая подружка в Греции, что в Греции чаевые, по-моему, не включены в счёт, и никто особо чаевых не оставляет. Некоторые могут и оставить, но, как правило, от клиентов не ожидают того, чтобы они оставляли чаевые. Правильно? Поправьте меня. Скажите, если я какие-то моменты, детали упустила. Но всё же мне очень бы хотелось узнать, что происходит в других странах. В Америке ситуация такая. Во-первых, начнём с того, где и кому мы платим чаевые. В Америке по умолчанию принято платить чаевые типсы, как они здесь говорят, «типс». Так что, пожалуйста, кто учит английский язык, вам в вашем вокаблере новое слово на английском языке «типс». всему персоналу, который работает в области обслуживания. Начнём, например, с отелей. Девушки, девушки, дамы, которые следят за чистотой и порядком в ваших номерах, по умолчанию должны от вас получать чаевые. Есть, конечно, такие, знаете, зажимистые, жадные, не очень культурные люди в Америке, которые не оставляют типов. Это ужасно, это печально, плачевно, потому что труд этот очень тяжёлый. И вы знаете, я считаю, что люди должны больше ценить окружающих вокруг себя. Конечно, они получают зарплату, но, поверьте мне, зарплата эта невелика. Потом, например, любой-любой обслуживающий персонал по уходу за вашим, хотел сказать, здоровьем. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Медикам здесь, в государственных учреждениях, даже в частных, не оставляют никаких чаевых. Например, я ходила к косметологу, у которого частная клиника, и девочке, например, которые делают там разные процедуры, им было не положено, не положено оставлять чаевых. Это то, что мне сказали. Но, опять-таки, ходила я в другой салон красоты. Первый, конечно, был более такой медицинский, знаете, такой дерматологи там были. А второй был салон красоты. Там, конечно, такие, знаете, услуги массажики, масочки, различные процедуры лёгкого такого инвейзив, как они здесь говорят, характера, там чаевые нужно обязательно тоже оставлять. Если вы делаете маникюр, педикюр, это, как говорится, сам Бог велел обязательно-обязательно оставлять чаевые. Значит, что ещё у нас? Боже-боже, мне надо уже скоро будет составлять списки и записывать по пунктикам. Один, два, три. Потому что у меня все видео, опять повторюсь, происходят абсолютно по настроению, спонтанно. Я никогда не делаю никакие планы, я никогда не готовлюсь к своим видео. Вот так вот включила. Вот я сейчас только приехала, потом расскажу, откуда же я приехала. Только приехала, запарковалась и решила быстренько-быстренько-быстренько с вами. Я сегодня, видите, какая? Вот такая вот, не знаю, как-то так отсвечивает всё. Так, вот это вот у меня мой пинг-пинг, хотя он в таком жёлтом цвете. Я решила внести такую, знаете, яркость немножечко в сегодняшний наш вечер, хотя вечер у нас замечательный сегодня, день у нас был достаточно тёплый для этого времени года. Но, тем не менее, не будем удаляться от нашей тематики. Дальше, кому ещё мы должны по умолчанию в Америке здесь платить? В аэропортах, например, те люди, как они по-русски называются, грузчики, да, ну, даже не обязательно грузчики, которые могут вам что-то помочь, там, с сумочкой, так, с лёгенькой даже, можно дать чаевые. Когда вы приезжаете, здесь очень часто, знаете, существует такой сервис, когда за вас паркуют вашу машину. Так вот, это тоже предусматривает чаевые. Например, как у нас в госпитале. Если некоторые клиенты, пациенты приезжают к центральному входу, и они оставляют машину, и там сразу стоят мальчики при входе, они забирают ключи от этой машины и отвозят сами на парковку. Потом пациенту дают такую специальную, как бы, бирочку с номерочком. И когда пациент заканчивает свои там процедуры, например, в госпитале, возвращается, даёт этот номерочек, и эти мальчики же сами быстренько идут на парковку и пригоняют машину. Вот за это тоже нужно оставить чаевые. Но там люди оставляют, вы знаете, если 5 долларов оставят, это тоже хорошо. Хотя работа у них адская, у этих мальчиков. Так, следующий у нас по списку. Про маникюр-педикюр я сказала. Следующий по списку у нас парикмахеры. Конечно, тоже в парикмахерских. Все, кто пользуется этими услугами, должны, должны оставлять чаевые. Ну и напоследок, конечно, я оставила. По-моему, я никому не забыла. Если я успела всех, по-моему, перечислить из-за обслуживающего персонала. Если вы на массаж идёте, тоже нужно оставлять. Последнее, что, конечно же, официанты. Официанты в ресторанах. О, боже, 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 это абсолютно маст. И хочу вам сказать, что в Америке цены повышаются с драматической силой. На всё, хочу сказать. И в том числе даже на типсы. Раньше, когда я помню даже 10 лет тому назад, 10% от общего счёта было вполне нормально, достаточно и приемлемо. Сейчас, но-но-но, вы уже нигде не увидите 10%. А знаете, что ещё хочу сказать? Когда, например, вы сходили в ресторан, вот как мы сегодня, да, я сегодня встречалась со своей замечательной приятельницей. Она у меня из Турции, представляете? Много лет тому назад она переехала в Америку, вышла замуж за американца. И вот они уже благополучно живут много-много лет вместе. И я уже эту пару знаю тоже очень давно. Мы нечасто встречаемся, но когда это происходит, поверьте, счастью, нету предела. И вот сегодня мы встретились, сходили в очень интересный ресторан Медитерин. Ресторан такой, знаете, туреческо-греческая кухня. Было очень вкусно. Мы взяли такие, знаете, как питы с овощами и с мясом. Я взяла барашка, она взяла курочку. Вот, и что вам хочу сказать? И в конце нам принесли счёт. Принесли счёт, значит, общая сумма, да, за наш обед. И внизу уже, уже, как сказать, совет, совет по поводу чаевых. И совет начинается с 18%. Представляете? То есть 10% уже никто не платит чаевых. Уже от общей суммы платят 18%. Там написано, 18% чаевых от вашего общего счёта будет столько-то, столько-то. Так что вот такие вот моменты. Так, цены повышаются. 18% от общего счёта. Вот столько мы платим. Да, ещё обязательно, сейчас вспомнила, конечно, в нашей деревне практически нету такси. В нашей деревне, где я живу, практически нету общественного транспорта. Я уже делала отдельное видео про это. А в больших городах, например, как в Нью-Йорке, если вы пользуетесь услугами такси, то обязательно тоже нужно оставлять чаевые. И чаевые самые приличные тоже 18%. 18% тоже. И что хочу вам сказать, одну историю напоследок со мной произошла. Она где-то несколько лет тому назад. Я была в ресторане с несколькими своими подружками. Я решила их угостить. Как говорят, благими намерениями устилается путь не знаю куда. Так и про меня. А у меня была, вы знаете, такая, как кредитная карта, подарочная. Здесь в Америке принято очень часто дарить подарочные карты. То бишь куда-нибудь в магазин или в какой-нибудь ресторан. И вот мне подарили такую карту в этот ресторан. Я решила в конце нашего обеда ею рассчитаться. И вот поверите, нет. Всё, пришёл официант, принёс нам счёт. Я положила эту карту, он её забрал и ушёл. И мы ждали, и мы ждали. Народу было очень много в ресторане. Официанты все были просто настолько заняты, что это было вообще безумие какое-то. И вы не поверите, мы сидели 40 минут, 40 минут ждали этого официанта, когда он придёт обратно. Но он так никогда не пришёл, поверьте мне. Я не знаю, что это было. Девочки уже говорят, слушай, ну пошли там, что там с этой картой. А на этой карте было абсолютно достаточно денег, чтобы заплатить за обед полностью. И оставалось сколько-то там, знаете, несколько долларов на чаевые. Ну и мне девочки говорят, да, достаточно, должно быть достаточно, так что всё нормально, пошли. И мы втроём выходим с этого ресторана и уже идём просто на парковку к своей машине. И вдруг я вижу, ты-ры-ты, ресторан был японский, японский. Вы поймёте, почему я это говорю. И за мной из ресторана выбегает этот наш потерявшийся официант. Был такой дядечка, такой маленький такой. И он бежит с бумажками и кричит, извините, извините, на вашей карточке было недостаточно суммы на мои чаевые. Мы так переглянулись, не поняли. Он говорит, на вашей карточке достаточно, да, достаточно было денежных средств, чтобы оплатить обед, но недостаточно средств, чтобы мне оставить на чаевые. На чаевые ему там что-то осталось, ну да, не будем, это самое, где-то ему, наверное, 6 долларов осталось. 6 долларов. И он бежал за мной и кричал, что это недостаточно. Представляете, вообще для Америки это табу. Ни в одном уважающем себя американском ресторане официант никогда за тобой не побежит. Никогда не побежит за тобой. Вот, ну и суть такая, что он бежал за мной, я прямо на парковке достала ему 10 долларов и отдала ему в руки 10 долларов. Говорю, это тебе остаток, остаток чаевых. В общем, была такая история, которую я никогда не забуду, абсолютно уже столько прошло времени. Но это незабываемые моменты по поводу чаевых. Теперь я всегда, вы знаете, я переживаю, а достаточно ли я оставила чаевых, а чтобы, боже мой, ни в коем случае не обидеть их, никак не оскорбить своими действиями. Поэтому я всегда сейчас оставляю 18% от общей стоимости нашего счёта. Вот такие вот у нас здесь дела, такая жизнь у нас здесь в Америке. Так что напишите мне, что вы думаете по этому поводу, как вам понравилась эта тематика. И цените, наверное, цените те, кто живут в странах, где уже все чаевые включены в счёт, и вам даже не надо ничего высчитывать. Вам не нужно переживать, вам не нужно лишний раз заботиться об этом. Я считаю, что это, наверное, хорошо. Не знаю, почему они здесь не делают. Но здесь как бы они дают вам всё-таки выбор, право выбора, понимаете. Они говорят, ну, типа, да, можно и не платить, говорят. Но такого, поверьте, в жизни здесь нету. Каждый от вас обязательно ожидает чаевых вот в этой сфере деятельности, которую я перечислила выше. На этом, ча-ча-ча, я буду с вами прощаться. Чаще улыбайтесь, любите друг друга. Жизнь настолько коротка и непредсказуема, что никогда не нужно злиться друг на друга, никогда не нужно обижаться друг на друга. Вы знаете, прощайте легче, забывайте быстрее, двигайтесь вперёд с хорошим настроением, светлое будущее, и поверьте, жизнь вам будет улыбаться. Это с вами была я, ваша любимая, незабываемая Кэт. И я, как всегда, не прощаюсь с вами, а говорю. До скорых встреч. Bye-bye.